И на этой неделе у нас недельный раздел Вайра, это вторая глава книги Шмот. И говорил Бог Моисею, и сказал Ему, Я, Господь, являлся Я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Господь не открылся им. И Бог открылся в имени Яхве, и Бог открылся евреям как Спаситель. И евреи, мы уже знаем, что они из прошлой головы, что они жили в рабстве. И многие уже смирились, привыкли, уже решили, что так они будут жить всю жизнь. И фараон все больше и больше нагружал работой. И, конечно же, это было очень тяжело. Люди, мы помним, что фараон сделал такой приказ уничтожать всех мальчиков для того, чтобы истребить всех мужчин. Простой и гениальный план злого гения – уничтожить всех мужчин. Женщины смешаются с египтянами, просто народа не станет. И, конечно же, дети Божьи, народ Божий взывал, просил избавления у Бога. И происходили очень сложные события. Мы помним о том, как фараон обозлился и приказал двойную работу делать. И Бог сказал, что Он услышал стинание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет свой. И тогда сказал Господь Моисею, это 6 глава, 10 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря, «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. И мы здесь видим, что Моисей в очередной раз пытается отказаться, но Бог избрал его. И если Бог избрал, то Он будет очень-очень настойчиво стучаться в ваше сердце, ожидая, что вы начнете свое служение, то служение, на которое Бог предназначил каждого из нас. И сразу же после этого описывается родословие Моисея и Аарона. Это как-то неожиданно, да? И это в каком-то смысле, это как подведение какого-то итога, и идет родословие. И мы понимаем, что Бог и Моисея, и Аарона, Он подготавливал все это время. И вот теперь, Моисей и Аарон, вы будете начинать свое служение. Начнется ваше полноценное служение после той подготовки. Мы знаем из Священного Писания, что Моисей, он был хорошо образован, он знал все премудрости египетские. Он, будучи, фактически будучи сыном, приемным сыном фараона, он был очень хорошо образован. И это сделал Господь, конечно. То есть с Его помощью, с Божьей помощью. Он был подготовлен, но опять же после родословия Моисея и Аарона, в очередной раз Моисей пытается отказаться, просит Бога, чтобы он кого-либо другого взял. Но Бог знает, что делает, и Бог знает, как раскроются впоследствии Моисей и Аарон. И мы видим, что Бог поставил и этих братьев вместе. И только что мы пели песню, как хорошо и приятно быть братьям вместе. И это вот об этих двух братьях говорится. Есть такой медраж, наверное, многие знают. И вот начинается полноценное служение Моисея и Аарона. И мы уже многие вещи знаем, и мы знаем, что Моисей — это пророк, основоположник и человек, написавший все эти пять книг, пять книг Тары. И в нем было такое качество справедливости и настойчивый такой характер у него был. Бог избрал его. А Аарон, он был, ну, его бы могли бы назвать хорошим душепопечителем. То есть он был очень милостив, он мирил людей, он был первосвященник. Это очень-очень важно, да? То есть он, будучи первосвященником, он был, ну, ну, это как образец очень хорошего пастыря, который заботится о каждом, кто в его общине. Заботится лично, общается с каждым. Когда у кого-то проблемы, люди к нему приходят, и он помогает примириться враждующих людей, помогает, наставляет, как решить какие-то сложные вопросы, которые кажутся человеку неразрешимыми. И далее, далее мы видим в Священном Писании о том, что начинаются, конечно же, приходит Моисей с Аароном к фараону. Фараон, как Бог и говорил, что он не захочет их отпускать. И начинаются египетские казни. И в этой главе рассказывается о семи, первых семи казнях. Это кровь, жабы, мошки, пёси-мухи, падёж скота, язвы и град. Конечно, это всё очень-очень жёстко, но Бог знает, что он делает. Бог многомилостивый, долготерпеливый, но также и строго взыскивающий. И а что же было с Божьим народом? Как же они? Неужели они тоже попадут под этот град? Они попадут под эти казни? Но Бог своих защищает. Бог хранит своих. И далее мы видим, когда уже начали эти казни происходить, то Бог сказал Моисею, чтобы он передал фараону, что если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои пёси-мух. И наполнятся домы египтян пёси-ми-мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой. И там не будет пёси-ми-мух, чтобы ты знал, что я Господь, Бог, среди всей земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. И всё это произошло. В очередной раз не отпустил фараон. Потом происходит следующая казнь. Пойдёшь скота, «И вымер весь скот египетский, из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». Фараон послал узнать. «И вот из всего скота сынов Израилевых не умерло ничего, но сердце фараонова жесточилось, и он не отпустил народа». То есть его сердце было ожесточено, и говорится, что Бог уже ожесточил сердце фараона. И он остался непреклонным до конца. Он — это фараон. Несмотря на то, что его придворные, все они уже начали упрашивать фараона, чтобы он уже отпустил евреев. То есть уже начали прыскать. То есть казни с каждым разом всё усиливались, становились жёстче, жёстче, жёстче. Но фараон не сдавался. И вот это ожесточённое сердце фараона. Я считаю, что всё-таки, я так вижу из Писания, что Бог всё-таки не забрал у фараона свободный выбор. Ожесточил сердце, но свободу выбора Бог никогда не отнимает ни у кого. Всегда у нас есть свобода выбора. Сделать правильный выбор или сделать ошибку. За всё есть последствия. когда мы благословляли детей, и не напрасно вспомнил, делай добро, уклоняйся от зла. И есть в книге «Откровения» очень похожее место. Это глава шестнадцатая. И эта глава, она очень-очень похожа на то, что происходило, на эти казни. И до этого уже происходили казни, то есть были трубы, после звучания труб взломанной печати, и уже были очень серьёзные катаклизмы на земле. Было очень жёсткое притеснение праведников. Но праведники, они торжествовали, они видели, что суды Божьи начинают совершаться, и что Бог вступается за них. Это наш Машех, то есть его, это его действие. Это его действие избавления Божьего народа уже по всей земле. И в шестнадцатой главе говорится «Услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелов, идите, и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошёл первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имевших начертания зверя и поклоняющихся образу его». И здесь, конечно же, тоже Бог делает разделение. Тех, кто приняли начертания зверя, на них сделались язвы. В то время уже не будет каких-либо нейтральных наблюдающих людей. Уже будет сделан выбор. Будут те, кто примирился с Богом, у кого есть печать Духа Святого, в ком есть залог Духа Святого. И Господь знает своих. На каждом верующем в единого Бога есть печать, есть знак, Бог знает своих. И также ничего нового не смог придумать Сатан. То есть он тоже сделал, отметил своей печатью своих. И начинаются эти казни, тоже очень сложные. До этого были казни, но после этого казни стали просто намного... То есть опять мы видим нарастание, нарастание, более жесткие казни для нечестивцев, для тех, кто нечестивец. И, ну, почему так? Почему так? И мы увидим, что эти нечестивцы, они против Бога ожесточили свои сердца. Имея все-таки выбор, они ожесточили свои сердца. И я так понимаю, тот, кто успел бы покаяться, он бы мог бы, возможно, еще спастись. Но проходят казни, и говорится, это уже пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделало с царствием мрачно, и кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих. И язв своих. И не раскаялись в делах своих. И здесь мы видим, что люди уже страдают, они видят, и они понимают, что это делает Бог, что это Бог мстит за своих. Вот эта кровь праведников, она, она, то есть, пролитая кровь праведников, она, то есть, взывала к Богу, и Бог начал за своих вступаться. И я уверен, что не только у меня, но и у большинства из вас были ситуации, когда вы ничего не могли сделать, и какая-то неприятная ситуация происходила, какой-то нечестивец преследовал вас, и вы просто молились Господи, вступись за меня, вступись за меня. Я не знаю даже, что делать, вступись за меня. И я видел, в своей жизни просто происходили чудеса, сверхъестественные вещи. Вдруг что-то начинало меняться. То есть, Бог начинал вступаться, и ситуация менялась, и Бог выводил, выводил меня. И казни эти продолжались, все более и более. И потом уже было всего семь чаш, семь ангелов выливали эти чаши. И седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» И после этого начали происходить вообще такие вещи, Писание говорит, начнут, это книга о будущем, происходить такие вещи, которых раньше просто не было. Говорится о просто таком мощном землетрясении, что будут даже разрушены горы, и острова погрузятся, то есть исчезнут острова, и всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной сталан пал с неба на людей, я так понимаю, на нечестивых людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. То есть они упорствовали, они не сдавались, и продолжали хулить имя Божие. Увы, к сожалению, то есть вот это ожесточение, вот эта злоба, накопившаяся годами в людях, она уже все, то есть они не могли с собой справиться, и все эти люди, конечно же, они погибли. С Божьим народом, с Божьим народом, уже в завершении книги Откровения говорится, что спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. И Бог однажды начнет суды над землей, суды над нечестивцами. И Божья справедливость восторжествует. Это да и аминь. И в Священном Писании есть такие слова, что Бог поставляет царей и не излагает царей. И нет никого, кто бы мог противиться руке Его и сказать Ему, что Ты сделал. Аминь. Аминь.